Сегодня у нас очередной анализ оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан. Я все еще полагаю, что разбирать эти оперативки важно и полезно. Это подтверждают те, кто смотрит нас, кто ставит лайки, комментирует, подписывается на наш канал. Продолжайте это делать. На каждый сюжет ставьте лайк. Если у вас есть вопросы или комментарии, пишите. Помогайте каналу материально, рекомендуйте друзьям и так далее. Ну, продолжим. 90% времени прошедшей оперативки было посвящено вопросу коронавируса. То есть этот вопрос у нас сейчас является центральным как в стране, как в мире, так и в нашей Республике. И первый вопрос, который рассматривался на оперативке, вопрос о мерах, принимаемых для недопущения заболеваний жителей Республики Башкортостан коронавирусом, он, собственно, стал всеобъемлющим и по этому вопросу выступало 6 докладчиков. Первым, конечно же, был министр здравоохранения Забелин Максим Васильевич, который, собственно, поведал нам об основных процессах, которые идут в его ведомстве, которое, в свою очередь, вышло на передний план борьбы с этим опасным заболеванием. Вот что нам поведал Максим Васильевич. Характерно, что по списку Забелин начал вовсе не с существенных и важных вещей, которые делали его ведомства, а с того, что, в принципе, стало основным для деятельности всего правительства Хабирова, я имею в виду показуху и всевозможное пиарство, как говорил Муртаза Губайдулыч. Первым в списке стоит всеобъемлющее взаимодействие ведомств, второе – информация в СМИ-интернете, третьим стоят ежедневные брифинги, и дальше уже более или менее действенные меры. Это организация открытия больничных листов без явки в медицинское учреждение, готовность медицинских учреждений Республики к приему COVID-19, которую Забелин охарактеризовал как максимальную. Все лечебные заведения и учреждения Республики Башкортостан максимально готовы к приему больных COVID-19. Также он сообщил некоторые цифры, а именно то, что в Республике будет мобилизовано 1337 коек инфекционной тематики, инфекционного профиля, как говорят врачи, из них 615 в специализированных больницах, имеется в виду инфекционные больницы. У нас их, как выяснилось, всего две, это в Уфе и в Стерлитамаке, но мы все помним, что Ради Хабиров повелел построить новую инфекционную больницу в Уфе в течение нескольких месяцев. Я очень надеюсь, что этот процесс уже пошел. Также Забелин сообщил, что на 23 марта он зафиксировал 58 человек, которые госпитализированы с подозрением на коронавирус, но ни у одного из них диагноз пока еще не подтвержден. Забелин сообщил, что к концу недели, текущей недели в Уфе и в Башкирии добавятся еще 4 лаборатории, и всего их станет 7, в которых будут проводиться первичные тесты на коронавирус. Напомню, что все еще и до сих пор окончательный диагноз ставится не в Уфе, а в Новосибирске или в Москве, только в этих двух городах есть лаборатории, которые ставят окончательный диагноз наличия этого вируса. Это очень нехорошо и очень усложняет, на самом деле, процесс диагностирования. Судя по всему, удлиняют период болезни человека до вынесения этого диагноза. В общем, конечно, это не здорово. Также Забелин нам рассказал о том, что у него заработал круглосуточный колл-центр по поводу COVID-19 и сообщил номера телефонов, куда можно позвонить. Все эти меры, которые принял и предпринял на данный момент Забелин, уже обошлись нашему бюджету в 250 миллионов рублей. Хабиров очень внимательно выслушал доклад Забелина и прокомментировал его очень важными заявлениями. В частности, цитируя, он сказал, «Предполагать, что в РБ не будет коронавируса, не просто наивно, но и глупо». Конец цитаты. Согласен, действительно, очень странная ситуация складывается в республике. Вокруг, во всех регионах уже зафиксирована инфекция. У нас все еще ее нет. Злые языки, конечно, говорят, что или упустили, не умеют диагностировать, или фальсифицируют в виде диагностики под видом ОРВИ. Я так не считаю, но подобные разговоры ведутся, собственно, по всей стране. Вообще, очень низкий уровень заболеваемости в России на фоне остальных стран и на фоне общего населения и на фоне общих обстоятельств тоже, конечно, вызывает массу вопросов. Я не знаю, с чем связана подобная феноменально низкая заболеваемость в России. Возможно, тут какая-то уникальная динамика. Возможно, накладывают свой отпечаток вот эти вот через месяц грядущие всеобщие голосования по вопросам по праву Конституции. На самом деле, конечно, я понимаю сущность российских властей. Нисколько не исключаю, что это голосование пройдет даже в условиях, когда на улицах уже будут лежать трупы неубранные погибших людей от этого коронавируса. Однако официальная пропаганда будет делать вид, что они прилегли устав от выбора в пользу по праву Конституции. Но не будем пока живописать вот эти вот апокалиптические картинки. Надеюсь, что эти вещи не связаны с друг с другом. Надеюсь, что данные и Минздрава России, и Минздрава Республики Башкортостан достоверны, и все развивается так, как развивается. Продолжив комментировать выступление Забилина, Хабиров дал поручение Назарову изыскать средства для поощрения врачей, которые работают на переднем плане борьбы с коронавирусной инфекцией. Также Хабиров заявил, что он вновь подтверждает, что ничего скрываться властями и правительством республики не будет. И как только появится первый заболевший, сказал Хабиров, мы сообщим. Насколько мне известно, цитирую Хабирова, наиболее вероятные материалы анализа находятся в Новосибирске и будем ждать. Ну, складывается такое впечатление, что уже даже Хабиров стал слегка смущаться вот этому отсутствию коронавируса в республике и вроде того, что начал ждать уже положительных результатов, но не будем так считать. Также процитирую Хабирова. Он обратился ко всем, кто прибыл из-за рубежа, все должны уйти на двухнедельный карантин, сказал он. Вторым докладчиком по тому же самому вопросу была Ленера Хакимовна Иванова, которой было поручено проследить за теми, кто прибыл из-за границы и выяснить, соблюдают ли они карантин. Дело в том, что на данный момент уже введены жесткие санкции против тех, кто этот карантин нарушает. От административной ответственности в виде штрафа до 80 тысяч рублей вплоть до уголовной ответственности, если будет выяснено, что человек злонамеренно уклонялся от карантина и заболел, распространяя эту инфекцию. Вот как, например, вот эта женщина из Ставрополя, которая работала там главным инфекционистом и которая сама намеренно уклонилась от лечения, заболела и заразила там чуть ли не 300 человек. Ленера Хакимовна получила в Министерстве внутренних дел и в Федеральной пограничной службе список из 15,5 тысяч человек, которые прибыли из-за рубежа в последнее время. Выделила среди них тех, кто прибыл из стран с наибольшей вероятностью заражения COVID-19. Также выделила из них тех, кто прибыл менее чем за 14 дней. И у нее осталось всего 1441 человек. Прямо скажем, немного, то есть меньше 10% того списка, который она получила. Но и с этим списком Ленера Хакимовна никак не справилась. Она обошла только 585 адресов. Безусловно, не сама, а при помощи своих сотрудников. Сомневаюсь, чтобы Иванова сама ходила по квартирам, учитывая ее патологическую тягу к чистоте и спорту, я имею в виду пристрастие к дурмовым бассейнам. Ну, в общем, за два дня она обошла 585 адресов и довольно печальные результаты достигла. 37% тех, кого обошли ее сотрудники, находились на самоизоляции. То есть только треть тех, кто должен был сидеть по домам, сидели по домам. 4% из тех, кого навестили сотрудники Ивановой, добровольно сообщили о нарушении режима самоизоляции. 25% не проживают по адресам прописки. И 33% не находились в момент пришествия этих сотрудников дома. Помимо того, что Ленера Хакимовна, очевидно, занизила количество людей, которых надо было проконтролировать по месту проживания, она и не справилась, в общем-то, даже с этим незначительным объемом. Она обошла только треть из того списка, который надо было обойти. В этом действительно содержится очень большая опасность. Действительно, население России и республики достаточно, ну, скажем так, безмятежно относится к вопросу самоизоляции, потому что на самом деле вот эти две недели, которые худо-бедно все-таки даже будут оплачены государством, если человек официально трудоустроен, эти две недели дают некий залог нераспространения, широкого распространения заболевания от конкретного носителя этого заболевания. То есть практика показывает, что распространение заболевания от одного носителя развивается по экспоненте, то есть как бы 1, 2, 4, 8, 16 и так далее. Тут даже не ряд Фабиначи, а даже нечто более интенсивное. И, собственно, только добровольное, на самом деле, принятие вот этой ситуации, добровольная попытка себя изолировать и избавить от контактов с потенциальным носителем вируса могут помочь в данной ситуации. Я не думаю, что штраф 80 тысяч рублей, который достаточно трудно применим, и, в общем-то, наверное, широкой практики наложения этих штрафов так и не будет, в случае только если уж совсем будет, ну, очевидно, доказана злонамеренность человека. Не думаю, что эти штрафы будут эффективной мерой. Я думаю, что все-таки эффективной мерой является пропаганда, объяснение опасности ситуации и, в общем-то, ну, призыв к совести и сознательности граждан. Завершая свой доклад, Ленара Хакимовна упомянула, что крайне не хватает масок и средств защиты для ее сотрудников, и вообще в республике не хватает этих масок, и она с радостью ожидает в ближайшие сутки поступления 500 масок в распоряжении ее ведомства, что, конечно, смешно. Напомню, маску нужно менять не реже, чем раз в два часа. То есть для нормального существования человеку необходимо от 5 до 8 масок в день. Соответственно, конечно, 500 масок – это достаточно смешное количество, но об этом количестве не применило сообщить мадам Иванова. Хабиров с нескрываемым вниманием и раздражением выслушал доклад Ивановой, уточнил у Касьянова количество прибывших в Башкирию в последнее время из-за границы. Их оказалось несколько больше, чем считает мадам Иванова. Ленара Хакимовна сообщила нам цифру 15,5 тысяч, а Касьянов сообщил цифру более точную и большую – 17 243 человека. Хабиров сказал, что всем муниципалитетам нужно обратить внимание на то, что люди, проживающие в этих муниципалитетах и прибывшие за границы, до 14.00.24 марта должны быть проверены на предмет соблюдения ими самоизоляции вот этого двухнедельного карантина. Судя по всему, вот эти бригады администраций и ведомства Ивановой так и отправятся в эти рейды без средств защиты, безусловно, подвергая себя опасности и, безусловно, увеличивая вероятность распространения заболевания. То есть тут простая логическая цепочка. Если люди, которые прибыли из-за границы, это наиболее вероятные носители инфекции и вируса, соответственно, те, кто идут с ними на контакт, намеренно проверяя их присутствие по домам, безусловно, подвергаются наибольшему риску заболевания и, соответственно, тоже становятся потенциальными разносчиками этого заболевания. В общем, конечно, тут замкнутый круг. Хабиров поставил задачу до конца недели обойти все квартиры, приехавших из всех стран. Процитирую Хабирова. «Я требую, чтобы уже сегодня были показаны протоколы на тех, кто нарушает карантин. Необходимо сконцентрироваться на наказании людей». К сожалению, Хабиров опять сел на своего любимого конька, на вот эти вот репрессии, на вот эти наказания. Он совершенно уверен, судя по всему, в том, что только насилие, только вот этот вот страх может привести людей хоть к какой-нибудь дисциплине, исполнению норм и указаний. Это глубоко ошибочное, на самом деле, убеждение. Я не знаю, когда Хабиров справится с этой иллюзией, но он, видимо, настолько пропитан вот этим духом насилия, что ему это единственная близкая позиция. Далее Хабиров сообщил нам удивительные вещи о том, что, оказывается, на карантине уже находится мэр Уфы Мустафин, глава Уфимского района Угаров и министр финансов республики Башкортостан. Причем Хабиров очень одобрительно к этому отнесся, сказал, что и правильно делают. Я не знаю, каким образом Хабиров отнесся к тому, что вот эти, в частности, Мустафин Угаров, значит, прокатились зачем-то в разгар таких очень важных и сложных событий в теплый и гостеприимный Израиль. Непонятно, что там на самом деле нужно было делать, особенно Мустафину, видимо, он набирался опыта по борьбе со льдом и наледями. Но, тем не менее, вот Мустафин теперь загремел в карантин, Угаров и еще некоторые. Далее Хабиров продолжил бушевать. Процитирую. «Все с троем будут исполнять наши требования. Я вчера любовался, как одна дама заявляла, что не будет карантин проходить. Наказать ее с теми, кто не понимает, надо предельно жестко отрабатывать». Конец цитаты. Ну, речь, судя по всему, идет про определенную инстаграм-блогершу, блогерку, я не знаю, как правильно будет этот феминизм звучать, которая действительно в открытую, ну, причем в прямом смысле в открытую, в этом самом ее пресловутом инстаграме, заявила, что она прилетела из Таиланда, что она плевать хотела на все рекомендации, требования и мнения. Вот она поехала к маме в гости, вот она поехала за продуктами, вот она там, значит, еще где-то тусуется, и ей глубоко наплевать на все эти размышления и утверждения о том, что нужно самоизолироваться. Безусловно, опасная ситуация, потому что эта блогерка, она, ну, понятно, что девушка, видимо, не особо знатных интеллектуальных данных, но у нее есть определенная аудитория, и эта аудитория в определенной пропорции воспримет вот эти ее призывы, ее мнения. Кем бы она там ни была, на самом деле она формально все равно является каким-то лидером мнений, соответственно, нужно очень ответственно подходить к подобным заявлениям. То есть даже если бы она вот так вот считала, то, на мой взгляд, заявлять вот это в ее многотысячную аудиторию, конечно, было глубоко безответственно. Следующим выступающим по все тому же вопросу коронавируса был министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан Александр Николаевич Шельдяев, который сообщил нам о том, как героически он борется за разворачивание производства медицинских масок в Республике Башкортостан, и что с 19 по 21 число за 4 дня он смог произвести 25 тысяч масок. Шесть предприятий в Республике Башкортостан переориентированы на производство этих масок от 900 штук до 8,5 тысяч штук в сутки производят эти предприятия. Прямо скажем, объем это весьма скромный, то есть напомню, что каждому человеку для эффективного использования этого средства необходимо от 4 до 6 масок в сутки. Кстати говоря, это довольно недешевое теперь уже удовольствие. Маски, по словам Шельдяева, стоят от 23 до 27 рублей, в зависимости от количества слоев марли в этих масках. Сомнительно, вероятность того, что Шельдяеву удастся увеличить в разы производство этих масок, вообще, по сути, конечно, Республике в сутки нужно около миллиона масок. Соответственно, конечно, на такой объем Шельдяеву выйти в скором времени, наверное, не представляется возможным. Кроме разговора о масках, Шельдяев сообщил, что он в гигантских количествах наладил производство дезинфицирующих средств, что, собственно, хорошо, хотя речь идет только о перекиси водорода, и разместил огромный заказ на маски в ГУФСИН. Ну, будем надеяться, что заключенные хотя бы спасут ситуацию с масками в республике. Доклад Шельдяева Хабиров прокомментировал очень кратко и лаконично. Фиксируем нехватку масок, повышайте объемы. Продолжая обсуждать проблематику коронавируса и плавно перейдя к экономическому аспекту пандемии, Хабиров отметил, что в этих непростых условиях падение курса национальной валюты и резкого подешевления нефти и нефтепродуктов основная задача – удержать экономику. Заслушав краткий доклад Рустама Хамитовича Муратова на тему того, что в правительстве создается некая комиссия по повышению устойчивости экономики РБ в сложившейся ситуации, в частности, эта комиссия будет пересматривать инвестпрограммы и прочие аспекты экономики, Хабиров отметил, что республике и экономике республики надо готовиться к стрессу. Вот это было одно из важнейших заявлений Хабирова. Я процитирую его дословно. «Что это значит?» – спросил Хабиров сам себя. «Это значит, что мы сейчас остановим строительство многих объектов, социальных объектов, потому что часть денег будет перенаправлена на решение социальных вопросов и поддержку экономики. Надо к этому отнестись с пониманием, это всего лишь небольшой перерыв». Дело в том, что тот кризис, который накрывает сейчас Россию и, естественно, Башкирию внутри этой России, он не на месяц, не на два и не на полгодика. Это кризис системный, который наступил неизбежно в результате тех действий, которые предпринимались правительством Российской Федерации и вообще российской властью. Это результаты вот этих антиусилий по попытках сохранения экономики России и ее регионов. Это результат вот этого, в общем-то, разрушительного воздействия Игоря Ивановича Сечина на нефтяную отрасль Российской Федерации. В общем, конечно, это не будет длиться там какой-то краткий период, как надеется Хабиров. Я думаю, что последствия вот этого кризиса в России будут носить фундаментальный характер и, возможно, даже приведут к смене той конструкции власти, которая существует сейчас в России. Но, как говорится, посмотрим. Хабиров настроен, конечно, более осторожно, и потому он сказал, что кризис – не время унывать, кризис – это время возможностей, сказал он, обращаясь к главам районов. Вспомнив о главах районов, Хабиров немедленно вспомнил об Архангельском районе. Архангельский район совсем недавно попал в поле внимания нашей программы и синхронным образом попал в поле внимания Хабирова. Это уникальный район, и в первую очередь он уникален своим главой. Господин Аминев в разгар тревожных, сложных и опасных событий, которые разворачиваются в республике, безмятежно отбыл на отдых во Вьетнам. Притом он не поставил в известность об этом свое непосредственное руководство, я имею в виду администрацию республики Башкортостан, администрацию главы республики Башкортостан. Вообще-то главы районов, они относительно самостоятельны, конечно, их там избирает местный совет и так далее, и так далее, но на самом деле, по сути, они все под отчет на господину Сидякину и обязаны уведомлять Сидякина и о времени своего отпуска, и о месте проведения своего отпуска, тем более, когда они выезжают за границу. Так вот, господин Аминев, глава Архангельского района, не поставил известность Сидякина, куда и когда он отбывает, и просто поехал отдыхать во Вьетнам. Хабиров вспылил, потребовал, чтобы буквально завтра Аминев был на рабочем месте и писал объяснительную по поводу своего отсутствия. Вот тут Хабиров ставит абсолютно невозможную задачу Сидякину и этому самому Аминеву. Дело в том, что выбраться из Вьетнама Аминеву в срочном порядке никак не получится. Есть предположение о том, что ему вообще очень долгое время не получится выбраться из Вьетнама до тех пор, пока не будут разблокированы перелеты между Россией и юго-восточным регионом. Единственная физическая возможность Аминеву это купить регулярный билет из Ханоя в Москву, а потом из Москвы добраться до Уфы, что на самом деле сделать очень непросто. В конечном итоге, что мы имеем по Архангельскому району, даже когда Аминев вернется, если ему удастся выбраться из джунгля Вьетнама и перебраться в родной Архангельский район, ему все равно придется пройти двухнедельный карантин. И если, даст Бог, господин Аминев не привезет в Архангельский район COVID-19 вместе с теми, с кем он отдыхал там в Вьетнаме, то в любом случае, как минимум на месяц Архангельский район остается без главы района. Это недопустимая беспечность. Я бы сказал наглость со стороны вот этого господина Аминева. И на эту ситуацию, конечно же, нужно обратить внимание. Помимо Архангельского района, еще пять глав районов, как выяснил Хабиров к своему великому удивлению, тоже находятся в отпусках. И кто-то из них находится за границей. Это Аругазинский район, Болтачевский район, это господин Трапезников, господин Мухаммедзианов, господин Сахабиев. Вот эти все беспечные главы районов покинули свои территории и с удовольствием отдыхают. В общем, Хабиров в ярости повелел Сидякину извлечь этих отпускников и усадить их на свои рабочие места. Хотя, конечно, если они были за границей, они автоматически попадают в карантин. Пятым выступающим все по тому же вопросу был министр образования Республики Башкортостан Хажин Абулат Вакилович, который сообщил, что детсады переведены на карантин с усиленным режимом дезинфекции и контроля детей. Школы до 1 апреля отправлены на каникулы, а все вузы Республики переведены на дистанционное обучение. Ну, безусловно, это грандиозные меры, предпринятые для того, чтобы не допустить распространения инфекции среди детей, подростков и студентов. В первую очередь они, конечно, направлены на то, чтобы они не общались между собой, не обменивались вот этими, значит, вирусами и не распространяли их. Хажин обратил внимание на то, что не все школы оснащены интернетом и смогут дистанционно обучать детей. Дело в том, что по окончании каникул 1 апреля школьники не вернутся в школы, они будут проходить обучение дистанционно. Конечно же, школы и Министерство образования не готовы к такому внезапному повороту событий. Я думаю, что какое-то время будут сбои в этом процессе, потому что просто физически ни учителя, ни методисты, никто не были готовы к тому, что теперь им материалы и знания нужно передавать дистанционно. Кроме всего прочего, совершенно непонятно, что будет дальше с экзаменами. Это ЕГЭ, ОГЭ и вступительные экзамены, либо подача документов в ВУЗы. В общем, конечно, в области образования в России назревает некий хаос. Шестым завершающим докладчиком по все тому же вопросу коронавируса был представитель комитета по торговле и защите прав потребителей Гусев Алексей Николаевич, который сообщил нам ситуацию на потребительском рынке. Он отчитался о том, что контролирует 52 позиции товаров по цене и наличию, заверил всех, что запасов товаров продуктовых, непродуктовых, промышленных, всевозможных в Башкирии просто несметное количество, никаких проблем и угроз в этом деле нет. Однако отметил, что некоторые производители и продавцы уже начали повышать цены, правда, как он выразился, в связи с сезонностью. Хабиров строго заповедал Федеральной антимонопольной службе бросить все силы на контроль за ценами, это, конечно, такая старая история, когда что-то случается, начинаем контролировать цену на гречку и прочее. Кстати говоря, Хабиров пошутил о гречке, достаточно ли ее припасено. Гусев сказал, что более чем достаточно. В общем-то, пока действительно ситуация с продуктами не вызывает особых опасений, потому что вот этот первый хаос, ажиотаж прошел. Действительно, люди кинулись в магазин закупать туалетную бумагу и гречку. Закупили, а ее меньше не стало. Соответственно, как-то немножко успокоились. Далее, в ходе совещания произошло комическое событие. Я имею в виду то, что Хабиров упомянул, что «Единая Россия», как обычно, в каждой бочке затычка, выбежала с инициативой создать некий колл-центр. Хабиров поискал глазами в зале Ахмадинурова, не обнаружил такового. Выяснилось, что его давным-давно уже не приглашают от греха подальше на эти совещания. Ну, в общем, обошлись как-то и без Ахмадинурова, да и вообще, вот эта инициатива «Единая Россия» создать колл-центр по поводу коронавируса, она выглядит более чем смехотворной. Завершая обсуждение вопросов и проблем коронавируса, Хабиров сделал важное заявление. Он сообщил о том, что вносит изменения в собственный указ по подготовке и борьбе с коронавирусом. В частности, он снижает порог запрета на массовые мероприятия. Количество с 250 человек снижается до 50. И с момента оглашения указа закрываются все бассейны и кинотеатры. Кинотеатры должны были бы закрыться 23 марта с 14.00. Однако, как выяснилось, на следующий день не все кинотеатры в Башкирии закрылись, не все подчинились указу Хабирова. Тут, конечно, непонятно, как это будет все дальше продолжаться, но, по сути, конечно, кинотеатр, на мой взгляд, является одним из самых опасных мест распространения любых инфекций, вирусов и бактерий, потому что это замкнутое помещение, в котором люди находятся достаточно долго, обмениваясь воздухом и вот этими всеми микроорганизмами и частицами. Соответственно, конечно, именно общественный транспорт и кинотеатры являются основными такими вот разносчиками. Также Хабиров выразил свое неудовлетворение и недовольство работой Мухаммедьянова по аэропорту. Хабиров сообщил, что он представляет недостаточным те меры, которые предпринимаются Мухаммедьяновым и администрацией аэропорта по контролю над въездом-выездом людей. Привел несколько достоверных примеров о том, что кто-то там прилетел из-за границы и совершенно беспрепятственно прошел, не будучи незарегистрированным, неопрошенным, через воздушные ворота республики. В общем, повелел Хабиров Мухаммедьянову навести порядок. Оставшиеся два вопроса, которые обсуждались на оперативке на фоне грозной и страшной истории с коронавирусом, конечно, выглядели бледно. Текущий вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС в общем-то выглядел совершенно бесцветно. Беляев отчитался о том, что ЖКХ у него работает как часы, как обычно. В области вывоза ТКО у него наблюдается снижение жалоб на вывоз твердокоммунальных отходов. 74% контейнерных площадок попали в систему фотофиксации. С этой задачей Беляев, кстати говоря, так и не справился. 16 марта давно минуло, а он все еще не наладил эту фотофиксацию. Собираемость платежей с граждан так и не превысила 70%. В общем, так себе успехи у Беляева, но, повторюсь, никто особенно его и не слушал. Хабиров на всякий случай спросил, как там дела идут с днями чистоты. Вот эти, кстати говоря, массовые мероприятия Беляев организовал три раза на прошлой неделе и участвовал в них ни много ни мало 97 тысяч человек по словам Беляева, которые обменивались, видимо, не только лопатами, метелками, но и всевозможными вирусами. 6 297 организаций предоставили своих работников, но в восьми муниципалитетах республики население на работы вывести не удалось. Как сказал Беляев, вовлечь людей в эти замечательные праздничные субботники так и не получилось. Мухаммедьянов Тимур Рафисович рассказал о том, что ДТП пострадавших и погибших на прошедшей неделе было существенно меньше, чем за тот же период прошлого года. Тимур Рафисович рассказал, что на предприятиях транспорта введен режим дезинфекции транспорта и масочный режим. Откуда он берет маски, правда, Мухаммедьянов не поведал. Все мы видели в интернете фотографии водителей Башавтотранса, замотанных какими-то тряпками, шарфами, еще чем-то. Видимо, вот это называют Мухаммедьянов масочным режимом. Также Мухаммедьянов сообщил, что предположительно за рубежами Российской Федерации остаются еще 1950 жители Республики Башкортостан и до 26 марта будут сформированы их списки. В перспективе Мухаммедьянов каким-то образом планирует переместить этих граждан Республики из этих стран на территорию Республики и, в общем-то, все они попадут в карантин. Завершающим вопросом оперативного совещания был вопрос непонятно как и зачем туда попавший об увековечении памяти защитников Отечества в истории к мемориальном комплексе Дорога памяти. Докладчиком был генерал-майор военный комиссар Республики Башкортостан Харченко Игорь Михайлович сообщил о своих титанических усилиях по сбору данных об участниках войны и передачи этих данных в главный храм Министерства обороны, который там возводится где-то под Москвой. Вот это совершенно монструозное сооружение, которое строит господин Шойгу, дабы увековечить в основном, видимо, память о самом себе. я вообще много раз говорил, непонятно, зачем выступление вот этих военкомов и прочих федеральных служащих, которые никакого отношения фактически не имеют к правительству республики, но тем не менее этот доклад состоялся, военком рассказал, а все в полуха послушали его доклад. Завершая оперативку, Хабиров раздал указания, касающиеся репрессии в отношении граждан. В первую очередь Хабиров поручил господину Спеля начинать наказывать нерадивых водителей, которые паркуются не там, где положено. В общем, Хабиров повелел отмести всякое милосердие и нещадным образом штрафовать водителей. Также муниципалитетам Хабиров дал указание отнестись лояльно к малому предпринимательству и не штрафовать их за территорию и переполненные урны у входа в магазины. Ну, в общем-то, конечно, логично и правильно, потому что на фоне того, что малый бизнес сейчас несет колоссальные убытки, и, собственно, многие бизнесы и предприятия стоят на грани разорения, еще их и штрафовать со стороны муниципалитетов это совсем бесчеловечным. Посмотрим, насколько муниципалитеты услышат Хабирова. И в завершение Хабиров попросил поставить ролик башкирского телевидения, которое рассказало своим зрителям о том, какие безобразия творятся в торговых центрах республики. Речь идет о сборищах подростков, конкретно в лайфстайл центре Башкирии, в котором подростки собираются, сформировались какие-то полукриминальные или криминальные АОЕ группировки, которые избивают сверстников, которые воруют в магазинах, в общем, ведут себя безобразно. Хабиров в ярости прокомментировал все эти ролики, продемонстрировав этот ролик правительству, он в ярости прокомментировал, так что мне тут утверждают, что АОЕ у нас нет, довести разбирательство до конца, вытряхнуть из ТЦ всех этих негодяев, выгнать директоров в школ, в которых учатся эти ученики и так далее и так далее бушевал Хабиров. Это, конечно, очень характерно. Напомню, что на одном из заседаний Совета по правам человека именно эта проблематика обсуждалась и Хабирову сообщалось о тревожных сигналах о том, что это АОЕ у нас присутствует, даже были кое-какие предложения со стороны господина Галина о том, как с этим бороться. Хабиров тогда не услышал, а сейчас преподносит так, что его кто-то уверял в том, что АОЕ нет у нас. Действительно, вот эти криминальные группировки подростков существуют, а их видно, они есть действительно почти в каждом торговом центре, если присмотреться, то у входа на входе и на этажах, и на фудкортах это детвора, опасные детвора тусуются. Действительно, совершенно безобразные сценки можно наблюдать практически в каждом торговом центре и в Уфе, и в Нефтекамске, и в Стерлитамаке. Тут Хабиров, конечно, слегка подзапоздал, и очень характерна эта история тем, что он действительно пребывает постоянно в каких-то иллюзиях. То Бойцова, то Мухаммедьянов, то, значит, Касьянов, там еще кто-нибудь, начинают его вводить в заблуждение, рассказывать всякие байки о том, как у нас все замечательно, прелестно и благостно. Хабиров с удовольствием воспринимает вот эту ложную информацию, и в итоге мы получаем то, что получаем. Ну, дай-то Бог, чтобы вот этот праведный гнев, гнев Хабирова возымел действия, и кто-нибудь что-нибудь сделал с этими группировками, посмотрим, как будут развиваться события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова